Добрый вечер. Городской референдум. Знаете, на самом деле нас уже обманули. Уже можно никуда не идти, уже можно ни за что не голосовать, потому что эта подлость под названием городской референдум, посвященный вопросу парковок, он на самом деле, эта подлость, она на самом деле уже как факт присутствует в нашей жизни и по большому счету не сказывается ни на каких последствиях. То есть нас уже обманули, мы уже проиграли, хотя еще ничего не произошло. И на референдум выдвинуты четыре вопроса, которые не составляют вопроса. Там нету самого главного. Самый главный вопрос, который должен быть на референдуме, москвичи, вы за или против платных парковок? Нет, это не обсуждается. Обсуждается такой вопрос. Значит, мы тут, верховная власть, конкретно Москвы, в этой вотчине, распоряжающейся своими опричными маневрами по любому поводу вашей судьбы, решили, что будем вас расстреливать. Так вот, на референдум мы выносим вопрос. А скажите, пожалуйста, дорогие москвичи в демократическом порыве, очень нас это интересует, вы хотите, чтобы мы вас расстреливали вашими патронами или нашими патронами? Вот, собственно, о чем идет речь в этом референдуме. Нет вопроса, вы за или против. Причем в этой связи очень всегда хочется спросить, а кто автор? Вот кто эту подлость придумал? Кто сформулировал эти четыре крайне подлых вопроса? Вы не поверите. Партия, специальная партия, у нее есть московское отделение, и оказывается, у них даже фантастическое совершенно название, которое в данном случае полностью опровергнуто поступками. Партия называется «Справедливая Россия». О, как интересно! Вот она, справедливая Россия. Вот она, как выглядит в нашей нынешней исторической реальности справедливость в России. Потрясающе! То есть политики одобрили пакость власти, но горды в стремлении всем миром уточнить нюансы. Ах, как интересно! У нас есть один из более подробных персонифицированных авторов, Илья Свиридов, он из муниципального собрания Таганского района. Он как раз один из тех, кто придумал эти четыре подлых вопроса. Кстати, человек, который совершает подлый поступок, он как после этого называется? А, он после этого называется депутат, да, уточнили. Так вот, Илья Свиридов, он тоже, как и вся партия, целиком говорит о том, что мы... Ну, заявление партии было. Мы уверены, что делаем правильные вещи и не выступаем против платной парковки как таковой. Вот в чем дело. И Илья Свиридов, он говорит о том, что он тоже за платную парковку просто хочет, чтобы ее судьбу определил народ. Так вот, если речь идет именно о судьбе платной парковки, тогда вопрос должен быть не подлый и не четыре подлых вопроса, а вопрос должен быть только один на референдуме. Вы заявили против? Вот тогда мы определяем действительно судьбу, которую так декларативно заявляет Илья Свиридов. Ничего подобного обсуждаться не будет. Причем, герои в нашей среде по сию пору есть, потому что пока целая партия московским своим отделением занимается тем, чтобы сформулировать подлость для нас, для всех, и устроить эту подлость. Четыре героя, имена которых уже можно вписывать в летопись нашего города и в отдельный том борцов за справедливость. Четыре героя, Жихарев, Жилинский, Васильков и женщина по фамилии Кайстра, то есть три мужика и одна блистательная дама, они подали в суд исковое заявление как раз по поводу платных парковок. Ну, никто не удивлялся в том, что суд отказал им в удовлетворении. Но в процессе разбирательства мало того, что суд, конечно же, прибег к тому, чтобы ответить оппонентам, ответить истцам словами, взятыми из документов самой мэрии, что вполне традиционно, потому что как же еще суд может аргументировать в защиту власти ее право вводить оброк, кроме как не словами самой власти. Надюрков оттуда цитат. Но суд совершил одно совершенно невероятное, очень важное и опрометчивое движение, телодвижение. Он так в посудной лавке дрыгнул хвостиком, что постановил на самом деле взимание денег с москвичей за платные парковки. Это не что иное, как услуга. Тогда сразу возникает вопрос. Если это услуга, то где обязанности сторон? А где договорные отношения? А почему получается, что у водителя обязанности есть, а у того, кто предоставляет эту услугу, никаких обязанностей нет? Где мои права в данном случае? С какого момента вдруг возникают договорные отношения, если это оказание услуги? А кто вправе услугу навязывать? Это с какой стати? Никто. И еще один вопрос. Если это услуга, то где НДС? Значит, получается, что оператор московского пространства еще платит НДС. Когда была финансовая проверка, то выяснилось, что на самом деле фискальных документов паркоматы в городе Москва не дают никому. Они дают Фелькину грамоту, из которой следует, что мы лишены денег, но не удалось в результате проверки установить расчетный счет, на который деньги уходят. Там замелькал, как всегда, кипрский офшор. Вот в этой связи вопрос. И суд, это был не уголовный суд, поэтому он не ставил такие вопросы. Это уже для следующих более пытливых юристов. Если суд установил, что это услуга, а услуга облагается НДС, а счет установить нельзя, и есть кипрский офшор, то в таком случае для следующего разбирательства очень интересный прецедент уже создан, поскольку с 18 октября в нашей стране, и это никем не оспорено, выяснилось, что это услуга. Услуга нам навязана. Причем на сайте администратора московского парковочного пространства сказано, что это плата за услугу. Причем они пишут дословно замечательную фразу, которую вчера там посмотрел, мне очень понравилось. Город берет плату за размещение транспортного средства на парковочном месте, что является не сбором, а платой за услугу. Город не предоставляет услугу на парковку. То есть услуга есть, услуги нет. На самом деле они там черным по белому написали, что это плата за услугу. В таком случае есть повод разобраться с ними. Но все это в референдуме, в перечне вопросов референдума не находит абсолютно никакого отражения. Нам предлагают четыре вопроса, не составляющих вопроса, одобренных Московской думой. А какие права и полномочия у Московской думы? Оказывается, никаких. Очень предусмотрительно подогнутые коленки, дрожащий хвостик и блуждающий взгляд неуверенности в себе, они лишены права корректировать вопросы. Они не могут их редактировать. Они могут либо согласиться на референдум, либо нет, либо утвердить вопросы, либо нет. Если бы Московская дума состояла из людей, которым интересы горожан хотя бы минимально в чем-то важны, тогда они могли бы просто все четыре вопроса не одобрить и отдать их чрезвычайно справедливой России на доработку. Ничего подобного. Они одобрили, хотя сам Платонов, председатель Мосгордумы, 5 декабря заявил, что проводить такой референдум неправильно, так как это касается только жителей Центрального административного округа. То есть наш главный столичный законодатель тем самым дал понять, что, ребята, вообще-то ваша хата с краю. И сидеть-то нужно было с краюшку. Так вот эти четыре подлых вопроса, созданных справедливой России, они не составляют вопроса абсолютно никакого, и мы проигрываем по любому поводу. Если мы говорим, что нас что-то не устраивает, и там же речь идет о расширении за пределы Садового кольца, значит, в таком случае москвичи одобрили в пределах Садового кольца взаимания денег. Если мы сказали «да», в таком случае она сразу выплескивается, потому что что второй, что четвертый вопрос, посмотрите, они как раз в формулировках своих безграничны. В четвертом вопросе муниципалитеты, то есть префект любого района может назначать плату за двор, а это как раз речь идет именно о том, что благодаря референдуму мы даем право вводить, ну, либо не вводить, плату за кусок асфальта у себя на окраине уже. А когда речь идет во втором вопросе о том, за пределы Садового кольца, то пределы Садового кольца не определены. Пределы Садового кольца это где? Это Подольск или Магадан? И, пожалуйста, москвичи же сказали либо да, либо нет. Мы в любом случае уже проиграли. Почему нам разрешили этот референдум? Как так получилось, что нам реально позволяют что-то такое сказать? А дело в том, что вопросы есть, задать-то их некому. Обсуждать уже нечего, мы уже проиграли, потому что этот референдум ничего не решает. Мы можем согласиться, можем не согласиться. Там уже нету сути, там нету главного вопроса. Там есть ерунда на постном масле. И мы либо пойдем, либо не пойдем обсуждать то, что не имеет к нынешней ситуации никакого отношения. Приятно только одно. То, что вы, возможно, видели уже сегодня по поводу Максима Катца. Очень интересная публикация была, связанная с его двойным гражданством. Он, оказывается, израильтянин у нас. И у Лексутова реальные проблемы. Это говорит о том, что у них есть очень интересная перспектива. Нашлось продолжать движение по серьезным пробкам в 7 баллов. Mail.ru стоит в 10-бальных пробках 65, 10, 9, 9, 6. Ну, займемся приятным выбором автомобиля. Антон, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Антон. Да, как раз про выбор автомобиля. Сначала маленький вопросик в тему парковок московских. Они сейчас в выходные дни все так же платные? Да, да, это пока только обсуждается. Знаете как, вот по выходным не расстреливают только в обещаниях. А пока закон суров, но это закон, он для всей столицы. Поэтому мы сказали клятые, пожалуйста, платите, в том числе и выходные. Почему же нет? Понятно. И про машину, значит. Мама ездит на Гольфе плюс. Ему 5 лет вот стукнуло в ноябре. И как-то он сразу стал весь из немецкого качества высыпаться в разных местах. В октябре поменяли ему коробку ДСГ почти по гарантиям. Почти? Это сколько рублей? Это 25%. Мы заплатили, по-моему, что-то около 90 тысяч. А 90 умножаем на 4, получаем остаточную стоимость всего автомобиля, по-моему, нет? Да, так и есть. Замечательно. Мы как раз вчера разбирали этот вопрос с гарантией на ДСГ. Выяснилось, что поведение «Фольксвагена» не сильно отличается от депутатов «Справедливой России», придумавших московским своим коллективом вопросы для референдума. Да, там просто ребята сказали, что вот видите, мы на фотографии вам тут показали микро-стружечку, поэтому это точно не гарантийный случай, платите 100%. Дальше мы их там 3 недели плющили через представительство. В итоге вот дошли до 25%. А что значит «ЧС представительство»? Это каким образом? Ну, выходили на само представительство, туда жаловались, там представитель из «Фольксвагена» приезжал смотреть коробку. В общем, долго с нами договаривался. И до чего ты договорился? 90 тысяч. Коробка в сборе стоит 373 тысячи. У вас 90 тысяч сказали, что это 25%. У меня такое ощущение, что вас обманули. Ну что ж, это вполне ожидаемо. Ну, конечно, да. Вот. И в связи с этим вопросом, если от машины хочется отказаться уже, вопрос, на что ее заменить. Куда сейчас смотреть, там, не знаю, стоит ли смотреть «Мазду-3», там, ждать «Пежо 308-й» новый, или куда вообще бежать. У вас маме сколько лет? 53. То есть мама активный действующий водитель, с не самыми устойчивыми навыками, с не самым гимнастическим сложением тела и позвоночника. И «Мазда-3», я боюсь, ей будет несколько рисковат, очень похоже на скейтборд. Ваша мама на скейтборте регулярно катается? Нет, конечно. Она только за внуками бегает регулярно. О! Это говорит о том, что у нее хорошая спортивная подготовка. Потому что не каждого внука можно успеть за подтяжки схватить, когда он пытается залезть куда-нибудь не туда. Но «Мазда-3» это резко. Посмотрите в сторону корейцев. Вот есть, например, такая машина, которая называется Kia Soul. И у нее что хорошо? У нее достаточно большой кубический объем внутри. Она неугоняемая абсолютно, потому что никого в голову не придет охотиться на подобный автомобиль. У нее при этом нормальный автомат, нормальный мотор. Она с 1.6 уже хорошо едет на автомате. Нету тех проблем, которые по DSG преследуют «Фольксвагены». И при этом, что удобно, туда хорошо можно войти, потому что у нее очень высокий потолок. Ага. И может быть, это как раз решение. Потому что на этом моторе весь модельный ряд Hyundai Kia нормально себя чувствует. То есть машины разных масс, разной длины, разных классов. Вот на этом 1.6 они замечательно перемещаются. Маме должно хватить. Ждать Peugeot 308? Peugeot, конечно, ждать можно. Но посмотрите, что Peugeot-шники делают в последнее время. Они все, что перетаскивают на наш рынок, обязательно оснащают своим поганым четырехступенчатым автоматом. И ваша мама в этой связи, вполне возможно, получит проблему, опять-таки, по коробке. И гораздо быстрее, чем это произошло с пятилетним «Гольфом». Зачем Peugeot-шники это делают, я понять не могу. Тем более, что по остальным рынкам этой коробки больше нигде нет. Мы самые изгои у концерна ПСА, и нам подсовывают ее постоянно. И возможно, что именно это и произойдет. Либо они поставят тот самый треклятый 120 лошадиных сил Peugeot-шно-БМВ-шный мотор. Он же в форсировке 140-150 и так далее. Который умирает быстрее, чем коробка. Коробка у него идет айсиновская. Но это тоже... Зачем маме в этом всем разбираться? Зачем ей звонить и говорить, Антоша, я стою тут неизвестно где, она почему-то никуда не едет и вообще не заводится, приезжай, спаси. Такое ощущение, что вы ей купили «Жигули». Согласитесь, это неправильно. Да, так у нас с «Гольфом» и получилось. Ну, так а сын для чего? Правильно, я прекрасно понимаю вашу маму. Хорошо, что у нее такой сын, который в этой ситуации готов сразу прийти на помощь, начать разбираться. Посмотрите по корейцам. И вообще по машинам, где посадка такая высокая. Там, конечно, еще существует такая штуковина, которая называется «Венга». Но «Венга» она меньше и, ну, она, конечно, симпатичная машина, но в «Венге» нету ничего на заявленный ценник. То есть вообще ничего. Заплатить можно, не имеет смысла. Либо пересаживайте маму в тот класс, где уже начинают там двухколесные кроссоверы ходить, но тогда вы ее обрекаете на высокое задирание ноги, что тоже не в каждом возрасте удается сделать в первый раз. А вам принципиально против кроссоверов? Начните тогда с «Кейсоул». Посмотрите, что они вам предложат. Все остальное будет уже не то. Михаил. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Вы на референдум пойдете, Михаил? Не знаю еще. Не думал об этом. А вы за парковки или против? С одной стороны за, с другой против. Расскажите, с той, с которой за. Ну, то, что можно реально подъехать в центр и припарковаться где хочешь, ну, там заплатив... Ну, по крайней мере, это было тогда, когда это стоило 50 рублей. За час можно было простоять 20 минут и заплатить только за 20 минут. Михаил, а вам не кажется, что вас обманули? Потому что функцию беспрепятственного доступа к куску асфальта осуществляет у нас ГАИ. Если вам прежде кто-то мешал, то только потому, что вы ГАИшнику платили, а он за эти деньги не работал. И сейчас происходит подмена понятий. Вам объясняют, что единственный способ расчистить центр от таких же, как вы, это сняв с вас деньги. Хотя это функция не московской мэрии, это функция ГАИ. Штраф в 3000 рублей для москалей и кляток придуман специально ради того, чтобы заинтересовать ГАИшников охотой на водителей. Они свою функцию не исполнили в принципе, они не собираются ее исполнить. Поэтому вам в качестве оправдания придумали платные парковки. Это то же самое, что объяснять вам, на реке у нас ледоход, поэтому горячая вода в кране будет стоить в 8 раз дороже. И там, и там вода, но причины следственной связи здесь нет, а вам объясняют, что она есть. Из этого не следует, что где-то в центре того города, в который мы с вами не ездим, должен быть абсолютный произвол? Мы все-таки не ЮАР, и мы еще не закопали свою Манделу для того, чтобы рыдать по поводу того, как из нормального государства сделали обезьянник. Давайте попытаемся все-таки по закону. Закон не предусматривает взымание денег, тем более по дифференцированному признаку проживания либо непроживания. У нас есть специальная 19-я статья Конституции, где написано, что мы все равны вне зависимости от имущественного социального положения, а также вне зависимости от места проживания. И жители одной стороны улицы, четной, равны в своих правах стране нечетной абсолютно. И не надо взымать деньги, нельзя. Тем более, что все-таки московские земли, они не муниципальные, они федеральные. И московская мэрия не имеет права придумывать ничего на этих землях, не спросив Москву большую, которая за Кремлевской стеной, называется Россия. Но это так, к слову. Это да. И что у вас с машинами, Михаил, пока вы еще не стали велосипедистом? А с машинами, вот езжу на Opel Merino B, второй. Хорошая машина. На автомате турбодвигатель. Замечательно. Вот я там как раз написал на Facebook, вы мне ответили, я как раз теперь еще и дозвонился. По поводу замены курсы на курсы C на курсы D, либо ждать Адама, Opel. Я с вами пообщался, понял, что, ну как бы, вы мне ответили, я для себя понял, что, скорее всего, я дождусь апреля, и это будет Адам. Посмотрите, у Адама есть один большой плюс, его уже так давно производят в Европе, что научились закручивать гайки. И он не рассыпется у вас сразу в целое лукошко запчастей, он будет какое-то время дееспособен. Меня смущает его цена, его не привезли к нам в первую очередь именно потому, что, будучи Матисом, по сути, он будет стоить как однокомнатная квартира. Потому что это настоящее немецкое качество. Ну, говорят, что он будет стоить ориентировочно чуть меньше, чем в Европе, начальная цена. Знаете как, чуть меньше, чем в Европе, и любой вообще кивок в сторону Европы напоминает мне Лексутова, который говорит, что, так это же в Берлине так. Вот так, как у нас, знаете, ни в какой Европе не бывает. Вот ни с какого боку. Ну, по крайней мере, в Берлине где-то года с 33-го кардинально не так, как нам рассказывает Лексутов. И поэтому, когда нам говорят, что цена на какую-то машину будет как в Европе, а в Европе она как? Это с мотором, с трехцилиндровым мотором в 0,8 она будет стоить 12 тысяч евро? Так в Европе? Ну, от, от, 12. Плюс? Даже от 10. Плюс немножечко здесь, плюс на доставку, плюс утилизационный сбор. У нас ведь ценник на европейскую машину в сколько концов? Меньше, чем в 2 еще поискать. У нас дешевле, чем в Германии, по базовой комплектации. Вы давно базовую комплектацию видели в продаже? Ну, относительно, на моей, в Европе дороже стоит намного. Вот, например, его. Ну, там по комплектации совпадений нет. То, что в Европе база, то у нас, мягко говоря, выглядит совершенно по-другому. Специально сделано так, чтобы там сопоставить можно далеко не все. Именно для того, чтобы не было впрямую никакого по деньгам сравнения. Но Opel, да, в целом Opel молодец. И Адам, он же Адам. Ну, я даже готов примириться с его внешностью, если это будет похоже по ездовым характеристикам, по настройкам на нормальную машину. Мне его внешность не нравится, но у меня есть ощущение, что это должно ездить прилично. А я люблю маленькие машины. У меня друг ездил, он такой в Германии, кажется. На дизеле? Их дизельных нет, они только из бензина, но он его очень порадовал, как он едет. 1,4. Ну, 1,4 это топовая комплектация. Ну, да, да, да. То есть, это то, что будет совсем дорогим и просто вот нам будет, я боюсь, не совсем по карману. В ожидании новостей затаюсь. У Лося все в порядке, 7 баллов, движение есть у Мэйла, 10 баллов, движение нет. 65, 10, 9, 9, 6. Елена, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Лена. Я хотела вопрос такой задать и поделиться впечатлениями по платным парковкам. Такой вопрос и задайте, поделитесь. Вот, во-первых, по поводу впечатлений. Мы только пока один раз воспользовались этой так называемой услугой. Весь ужас состоит, помимо того, что это, да, незаконно и действительно, я с вами согласна. Мы когда парковались, это было около метро библиотека имени Ленина в Переулках. Мало того, что можно оплатить, на той улице было парковку, только если у тебя есть мобильный телефон, на котором есть достаточная сумма денег, потому что все автоматы, которые стояли на этой улице и в окрестностях, они просто не работали. То есть вывод какой получается? Либо ты оставляешь машину на свой страх и риск, что с тебя могут просто содрать штраф, либо ты должен иметь с собой телефон, на котором должна быть определенная сумма денег. Вот мы ставили машину на 4 часа, у нас такая сумма денег была на телефоне. Более того, когда мы заплатили, и там очень сложная схема, ужасно сложная, надо 10 смс-ок послать и 30 подтверждений. В результате мы поняли, что с нас еще за что-то взяли комиссию, если я не ошибаюсь, 50 рублей. Да, за услугу, за перевод денег. Ну, в офшор, в киперский вы попробуйте вот просто деньги кинуть. Более того, мы за это не получили ничего. Весь переулок вот этот был в ужасном состоянии, с ужасными обледенелыми дорогами, не почищен, не пригоден вообще для того, чтобы машину куда поставить. То есть как парковка, это вообще, это не то, что как парковка, это даже вот чистые улицы нельзя было. Елен, а в это самое время на Кипре тепло, хорошо, деньги капают, а вы что-то тут так в Москве колупаетесь и чем-то недовольны? Вы должны быть счастливы. Вам же объяснили, что когда вы по буеракам на четвереньках со 125-й попытки, это Европа. Вот она и есть. Дело в том, что вот сейчас очень активно все эту тему обсуждают, и я вас слушаю с начала передачи. Я полностью с вами во всем согласна, и мои коллеги, друзья мои, я знаю, что очень много людей в Москве думают так же, что делать, вопрос. Вот люди сейчас возмущены, они говорят, что власть негодяй, нас обманывают. А что мы можем сделать? Мы можем с нашими депутатами Московской городской думы провести политико-воспитательную беседу. Иногда по сценарию, каким воспользовался Остап Бендер с достаточно престарелым папой, как многим показалось, по крайней мере, Киса производил впечатление престарелого папы. Помните, когда Киса не мог оплатить, у нее не хватило 200 рублей для того, чтобы выкупить весь гарнитур? 20 рублей не хватило, и вот тогда со стороны казалось, что сын что-то говорит папе, а папа просто кибает головой, потому что получает в этот момент в пузо. Так вот, у нас есть депутаты. Наши депутаты Московской городской думы, несмотря на точку зрения Платонова, они сказали, что мы не вправе менять вопросы. Мы можем либо сказать да, либо нет. Так вот, вы законодатели, пожалуйста, отверните все четыре вопроса и заставьте написать один другой вопрос вместо четырех подлых, один честный. А еще есть какая-то партия, у нее лидер такой серый, как диван, его поменяли на какого-то яркого, по-моему, как шнурки. Кажется, называется она, если не ошибаюсь, справедливая, что ли, не справедливая, а справедливая Россия, да, точно. Они инициаторы. Так вот, у них, видимо, есть какой-то электорат, есть московское отделение. В этом московском отделении состоят поголовные идиоты и мерзавцы, или там есть пара приличных людей. Если некая инициативная группа людей, которая называется партия, вдруг выдвигает вопросы на референдум, то понятно, что это точка зрения партии. Но у этой партии есть кто-то еще, кроме членов партии, состоящих в московском отделении, придумавших подлянку. Вот они тоже должны провести разговор. По большому счету, по процедуре это выглядит однозначно. Есть волеоглашатели, это депутаты, и волеизъявители, это мы с вами. Две воли не совпали. В легитимном правовом поле мы можем себе позволить вежливые беседы с вопросом, ребята, а хрен ли? И они должны нам как-то ответить. То есть создание инициативных групп, да, это единственное. Да, и еще есть, вот мне очень понравилось то, как пошли наши силовики. Они пошли параллельным сценарием. Ведь чем Лексутов хорош? Тем, что как человек, приехавший в чужой город, он не очень понимает, как этот город устроен, кто в нем живет и где он живет. И он резвился ровно до тех пор, пока он не наступил на хвост тем, кому не надо. А в центре тех, кому не надо, много. И если вдруг одновременно появляется информация о том, что, ну, вроде бы, есть какое-то уголовное дело на Лексутова. И вроде бы, как врут очевидцы, у него поддельный диплом. И вроде бы даже есть у него какой-то там поддельный российский паспорт, полученный по обману. Вот представьте себе уровень обиженных людей, если вдруг есть слушок о том, что в УФМСе, в архиве лежит подделка его копии диплома. Мы же с вами в УФМС, в архив не вхожи. То есть это он кому наступил на хвост? И если сегодня появляется с утра информация о том, что Максим Кац является гражданином Израиля, и в Израиле он идет по статусу военного преступника, а в Москве он муниципальный депутат, то это говорит о том, что оба, один все-таки является кулацким подголоском другого, и оба заплатные парковки, перешли ту самую черту, после которой их могут простить. Это тоже вариант, но этот вариант, к сожалению, персональной разборки. То, что им обоим сейчас прищемят некоторые части тела, особо выпирающие, ну да, скорее всего, это произойдет. Но это тоже рецензия на то, что они сделали. Это рецензия болезненная, но она, к сожалению, не в нашу пользу. Нам будет очень приятно посмотреть на то, как эти достойные люди будут говорить о том, что все это вранье, это неправда, и доказывать, видимо, что их оклеветали. Параллельно, к сожалению, все, что мы можем, кроме чувства глубочайшего удовлетворения, это попытаться найти тех гадов, которые все это придумали. И с этими гадами начать разборку, потому что иного права у нас нет. Пока. Вот так. Вопрос, что делать, к сожалению, ответить в одну фразу не получается. Это, как правило, занимает несколько часов. Руслан. Алло. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Руслан. Сергей, наверное, я не про парковки, не в тему, хотел просто поделиться с вами со слушателями, снящей душой историей, которая сегодня со мной приключилась, скажем так, в ходе приобретения нового автотранспортного средства. А по-русски вы пошли и вляпались, и купили себе машину? Нет, пытался, но не получилось. Не так, машины кончились. День мой начался с 6 часов утра. Предварительно был прозвон. Вопрос стоял о покупке моим знакомым автомобиля. Они сначала ориентировались на Nissan X-Trail. В принципе, потом решили, что Nissan X-Trail для девушки как-то не очень, и остановились на Ходде CR-V. 2 литра, элегант, 5-ступенчатый, короткий автомат. Соответственно, так как мужского населения в данном обществе очень мало, передо мной поставили глобальную проблему. Сказали, Руслан, ты мужчина, иди ищи. Работай мужчиной. Я, естественно, залез в интернет. Первый, кто выкатил у нас по Яндекс.Поиску, это, естественно, дилеры. И пошел обзванивать тех по порядку. Скажем так, при этом обзвоне цена варьировалась от 1.256.000 и закончилась 1.137.000 рублей. Далее, естественно, после Яндекс.Дилеров шли другие компании, которые предлагали свои же услуги по продаже нового автомобиля. И у них цены были совсем заманчивые. Да, цены там уже звучали 1.089.000, 1.101.000. Ну, в любом случае, я думаю, для нормального человека порядка... Руслан, оставайтесь на связи. Руслан, оставайтесь на связи, мы продолжим после. Мужчина, Руслан, вы еще живы? Да, Сергей, я здесь. Спасибо. На чем я остановился? На том, что вы, как мужчина, нашли, наконец, уже толпу серых дилеров, у которых 159-я статья Уголовного кодекса о мошенничестве написана мелкими буквами над входом. То есть из этой толпы я выбрал два дилера, которые мне предложили статки и условия. Один был восток-центр на Большой Семеновской, который находится в подвале торгового дома «Серебряный дом». А второй – это центр, называется «Центральный», который находится на Дмитровке. Я думаю, многие его знают, когда они заезжают в мосту на Дмитровке, переезжая в Первый мост, справа такой безумно красивый красный букв «Центральный». Ну, естественно, я как ответственный товарищ, думаю, что за такие халявные предложения, когда предлагают за миллион семьдесят девять, то есть это где-то получается у нас на пятьдесят тысяч дешевле, плюс халява резина, плюс халява резина на дисках, литых и так далее. Руслан, вы в сказки верите в последние десятилетия или как? Да нет, на самом деле мне сорок лет, но, к сожалению, я давно не покупал новые автомобили в Москве и думал, что на сегодняшний момент уже этот процесс только урегулирован. А, это называется «Мы с вами как в Европе», если не ошибаюсь, да? Да, да, да. Точно, вот она Европа, она прямо в окошко стучится. Да, и я, соответственно, думаю, ну, значит, надо ехать, очередь позанимать быстрее. В шесть утра я сегодня встал из Шереметьево и поехал в первый ближайший, это у нас на Большой Дмитровке, ой, на Дмитровке, «Центральный». Надеюсь прибыть туда к семье, записаться в очередь за эту халяву, вот, тем более перед этим я общался со сладкой девушкой, которая мне обещала всего и помог, и много. К сожалению, оказалось, что сегодня были пробки, я приехал туда в 10. Девушке Регина на рабочем месте почему-то не оказалась, и оказалось, что машина стоит, оказывается, миллион двести пятьдесят тысяч. А то, что она мне предлагала, это, оказывается, машина 2012 года, которая шла с заводским браком. И ее готовы тоже продать, поскольку, ну, бракованная же, это нормально, когда вы звоните по телефону. А вам говорят, да, без колеса. Миллион рублей, это же кишу, не деньги забрать, конечно. Да. Вот. Ну, пообщавшись со старшим менеджером, естественно, я развернулся и поехал во вторую халяву. Так. Которая находилась на Большой Семеновской улице. Грабли номер раз, грабли номер два. Так. Это я, естественно, не сделала. Приехал туда, приехал я туда, конечно, очень быстро, где-то, наверное, я приехал туда к часам к трём. Так. По пробочкам нормально, как люди. Ну, я же, предварительно до этого с двумя очень вдумчивыми менеджерами, которые мне всё расписали, рассказали, почему, где и как, какая халява меня ждёт. А скажите, Руслан, Руслан, скажите, это был монобрендовый дилер? Там была помойка из машины или там были только Хонды? Нет. Там было много машин, много выставленных новых машин. На самом деле этот... Разных барок. Отобрал, я так понимаю, сверху у торгового центра нижнюю парковку. И занял эту всю парковку какими-то машинами. Да. Много всего хорошего, прекрасного. Посередине этой парковки насадился как бы менеджерский отдел, где, естественно, менеджер Фёдор, с кем я общался, а также менеджер Станислав, которому я звонил, пока ехал в Дмитровке туда, оказались на совещании, и меня принял другой, который сказал, что да, конечно, но только у нас машина идёт с дополнительными опциями, которые стоили 100 тысяч рублей в плюс. Дополнительные опции у нас сигнализация и защита картера. И получается, на самом деле, что цена точно такая же, как у дилера, только непонятно, откуда сама машина взялась. Так точно. Так. Естественно, после того, как второй раз я уже хлопнулся на одну и ту же швабру, я понял, что, в общем-то, серый дилер, это на сегодняшний момент есть хорошо. Но, Руслан, ведь вы же при этом смотрели только... Я понял даже к дилеру. Да, но вы цену смотрели. Вы ещё договор не листали у них. Так. Да, но я не стал листать, потому что там уже было всё понятно. Дальше я поехал уже к дилеру. Думаю, ну, раз так, значит, есть же дилер. А раз есть дилер, значит, есть ответственный продавец, который любит своего покупателя, который ценит своего клиента. Дилер Шереметьево Хонда предложил мне цену миллион сто тридцать семь тысяч за машину. Ну, нормально. Так уже даже как-то не очень страшно. Да, вот не очень страшно. На самом деле, из всех дилеров это самая хорошая была цена. Всё было прекрасно. Естественно, я ещё раз позвонил, пообщался с менеджером. Сказал, что вот я еду тут вот с Большой Семёновской. Сейчас я очень быстро доеду до вас за Шереметьево, за Чёрной Грязи. И прям приеду с наликом и вам всё оплачу. И готов даже на этой машине уехать. Но быстро, естественно, у меня не получилось. Приехала где-то туда часа в четыре. Дальше мне показали машину. Машина мне понравилась. Всё хорошо. Дело стало в оформлении договора. И тут оказалось, что мне её купить нельзя. Почему? Потому что якобы эта машина оказалась зарезервирована некими людьми, которые с Тулы должны завтра приехать за ней. О, красивый ход. Елизанно без предоплаты. Замечательно, красивый ход. Молодцы. Шикарный развод. Я сижу, точнее, стою перед ними, позвал главного директора по продажам. Говорю, давайте, хорошо, я с ним поговорю. Пришёл директор по продажам. Я говорю, я клиент, вот у меня деньги на руках. Полная сумма. Я готов этот автотранспорт приобрести. При том, при всём, что ПТС появится 24-го числа. И, честно говоря, тот разговор, что приедут завтра из Тулы и заберут эту машину, он как бы мне, по сути дела, вообще-то нелогично показался. Так. И что вам ответило это якобы ответственное лицо? Он сказал, я не могу вам продать эту машину. Почему? Потому что тульчане за ней же приедут, ведь мы же им обещали. Понятно. А они на каком-то этапе вам шепнули, сколько стоит, чтобы тулики были сбиты? Нет, просто-напросто после двух серых дилеров, я думаю, и после вот этого отношения, как мне показалось, в нормальном, как бы, дилерском центре, и, естественно, у меня глаза залились кровью, и, в общем-то, как бы дальше я чуть-чуть пошёл в разнос, и они решили, что такой клиент, наверное, им не нужен. Не дай бог вы к ним на то определитесь. Вы из машины, чуть-чуть остыть на морозе, естественно, я подумал, что, ну, наверное, стоит, наверное, мне обратиться, как бы, ну, представить, что Хон, по крайней мере, в горячую линию, и спросить, ребята, это как бы норма, или вообще, вот, есть деньги, есть желание купить ваш автотранспорт, да, именно вот Хонду хочется людям. Так. А вы же за клиента боретесь. Так вы позвонили? Да, конечно, я позвонил в горячую линию. Ух ты, обожглись? Это у нас с Хонда Моторс, по, после 30 минут разговора сначала с одной девушкой, потом с другой, с третьей, оказалось, что это Кулцентр, и я должен подать свои претензии в письменном виде, которое будет рассматриваться некоторое время. Да, до месяца. Некоторое время мне не сказали, какое. На вопрос, раз вы Кулцентр, дайте мне хотя бы какое-то ответственное лицо представительство Хонды Моторс в России. Нет таких. На что мне сказали, нет, максимум мы вам можем сдать общий телефон киллера, в котором вы сейчас находитесь. Скажите, самое главное, Руслан, вывод, вы после этого сколько Хонд хотите купить для девушек? Если честно, я вообще не хочу больше покупать машину в этой стране. В этой стране? Нет, платя за машину безумные просто, безумные деньги по сравнению с отстоимостью автотранспорта в других странах, ты налетаешь просто не то, что на хамство. Ну вот, на самом деле, это практически новогоднее пожелание. У нас на линии Тимур Алиев, дело вот в чем. Дмитрий спрашивает по поводу вчерашней темы. Тимур, добрый вечер. Сергей Асланян тут. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый, Сергей. Здравствуйте. Прости, осталось совсем мало секунд, и тем не менее, вчера у нас был некролог по поводу ДСГ, а здесь у меня в почте огромное количество вопросов, и Дмитрий уполномочен спросить, на Шкоде Йети стоит ДСГ какая, 6 или 7? Зависит от версии автомобиля. То есть есть и шестерки, есть и семерки? Есть и шестерки, есть и семерки, да. Полный привод – это шестерка, соответственно, дизель – шестерка, а 1.2, 1.4 – это семерка. Вот как раз семерка была у нас вчера подвергнута астракизму, и самые страшные и неприятные вещи происходят именно с семеркой, то есть с семиступенчатой ДСГ. Получается, что если кто-то еще верит в шестиступенчатую ДСГ, то он может купить либо дизельную, либо полноприводную версию. Тимур, огромное тебе спасибо. Большое тебе спасибо. На этом все. До понедельника. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok